Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. У нас сейчас мы озвучиваем Новый Завет и читаем Евангелие от Луки. Считай дальше. Луки 1 глава с 57 по 64 стих. Номаль 3, 3 ролик. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею. И радовались нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захарию. Но это мать его сказала, нет, а назвать его Иоанном. И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто назывался бы с ним именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал, Иоанн, имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Толкование блаженного фифилакта. Дева прибыла с сельсоветой около трех месяцев. Быть может, потому что поражена была чудом и нуждалась некоторым утешения, какое могла находить в пребывании с сельсоветой. Но когда приблизилось рождение, она удалилась. Роды же грешников обыкновенно несовершенны и неполны. И лучше бы для них, если бы они не рождались. Вот так тебя демографический вопрос решили. Лучше бы они и не рождались. Потому что рождаются кто? Наркоманы, преступники, бандиты. Почему имя давалось после обрезания? Потому что прежде нужно получить печать от Бога, а потом уже человеческое имя. Вот как еще. Иначе. Обрезание означает отвержение плотских свойств, ибо никто не достоин именоваться воином Божиим и быть вписанным по имени в книге небесной. По имени книги небесной. Вот толчками идет у тебя. Прежде чем отвергнет и отсечет плотские свойства. Елисавета говорила о имени, что имя его Иоанн, как пророчица. А может быть, Иоанн и сам назначил себе имя. Ибо он сообщил матери пророчественный дар. Захария, не будучи в силах объявить им знаками, просит дощечку. И когда он относительно имени детяти оказался совершенно согласен с женою, все удивились, ибо не было всего имени в родстве их. И никто не мог сказать, что оба они уговорились об этом еще прежде времени. Иоанн значит благодать Божия. Поэтому и отец тотчас получил благодать и пророчествует прежде о Христе, а потом и о Сыне. И был страх на всех живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей. И рука Господня была с ним. И Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, Благосовен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и поменяет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей. Толкование. Предудесно проглаголование Захарии на всех напал страх, ибо как при наложении на него молчания народ пришел в изумление, так и теперь, когда он начал снова говорить, изумляется, так что по этим двум чудесам все могли выразуметь, что родившийся выше многих. Все это было по особенному усмотрению, чтобы имеющий свидетельствовать о Христе был принят с полным доверием, и чтобы все убедились из самого рождения Янова, что он выше многих. Захария благословляет Бога, презревшего на израильтян. Он действительно пришел погибшим овцам дома Израилева, но очень многие из них не захотели принять благодати, почему он и презрел на истинных израильтян, то есть на тех, кои уверовали. Воздвиг рог спасения, то есть силу и царство спасительное, ибо рог означает или силу, так как рогатые животные имеют силу в рогах, или царство, ибо цари помазывались из рога. Христос есть сила из царства Отца. Итак, для нас восстал рог спасения, Христос, ибо Он, по-видимому, почивал, когда не обращал внимания на многие грехи и долготерпел и доллобесие. Но когда Он воплотился в последние времена, Он восстал и сокрушил всех ненавидящих нас бесов, и не продолжает уже покоиться и долготерпеть. Воздвиг в дому Давида, то есть в Вифлееме, ибо там Он родился. В Вифлеемом, разумеется, город Давидов, Матфея 2.6 и Михея 5.2. Сотворил милость не только с живыми, но и с отцами нашими, ибо благодать Христова простерлась и на них, хотя они уже умерли. Именно нам, живым, Он даровал надежду воскресения, и мы воскреснем. Но не мы только удостоимся этого благодеяния, а и те, кои прежде скончались, ибо вся природа получила это благо. И иначе сотворил милость с отцами, в том, что исполнило ожидание их, ибо чего они надеялись, то увидели на Христе исполнившемся. Благоставляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, в бытие 22 глава 17 стих. Авраам действительно умножился теперь, когда все народы через веру сделались его сынами, ибо как он уверовал, так и они через веру сделались ему сынами. Часто вины избавляется, но со страхом и многими трудами и борьбой. А Христос распялся за нас без всякого с нашей стороны труда и избавил наконец без страха, то есть безопасности. для чего же он избавил нас? Не для того ли, чтобы мы жили в удовольствии? Нет. Но для того, чтобы мы служили ему и не день, не два, но всякий день, и служили не плотским только поклонением и служением, но святости и правде. Кто держит себя в удалении от священных предметов и не прикасается нечестиво к вещам божественным, но сохраняет совершенное уважение к тому, что досточтимо, тот преподобен, равно преподобен и тот, кто почитает родителей, ибо и они суть домашние боги. Родители, домашние боги. А кто не любостержателен, ни хищник, ни вор, ни прерыводей, ни блудник, тот праведен. Луки 1, глава 76 по 80 стих. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо приедешь при лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Толкование блаженного филакта. Кажется странным, что Захария говорит такие слова детяти, ибо с младенцем ничего еще не понимаешь, не свойственно беседовать. Можно на это сказать, что дитя сие как рожденное имело необычайное, ибо в пришествии Марии оно играло и пророчество в утробе. Так ничего нет невероятного, если оно и после рождения понимало слова Отца. Приготовить пути ему, а пути суть души, коим Господь приходит. Итак, притеча приготовил души к тому, чтобы в них ходить Господу через сообщение людям познания о спасении. Спасение есть Господь Иисус. Итак, Иоанн преподано людям познание о спасении, то есть о Христе, ибо Иоанн свидетельствовал об Иисусе. Познание заключалось в отпущении грехов, ибо Господь иначе не был бы и признан Богом, если бы не отпускал грехов народу, ибо отпускать грехи свойственны Богу, а Он простил нам грехи по благоутробию милости, а не за наши дела, ибо мы не сделали ничего доброго, а Он, называемый Восток, призрел на нас выше, ибо Он есть солнце правды, и воссиял нам в бывшем отме, то есть в грехе. Два зла господствовали над природой человеческой, незнание о Боге, в котором находились язычники и грех, и грех, которые имели евреи, хотя и знали Бога. Итак, Он явился в природе человеческой, чтобы просветить и сидящих во тьме, то есть неведении и безбожии, и сидящих в тени смертной, то есть в грехе. Христос умер за наши грехи, поэтому грех, всегда сопровождаемый смертью, справедливо называться тенью смерти. Путь мира есть праведный образ жизни, которому направил стопы наших душ, воссиявших свыше Христос. Отрок возрастал телом и укреплялся духом, ибо с телом возрастало и духовное дарование, и чем более росло дитя, тем более обнаружилось и силы духа, так как орудие тела было способно вмещать их. В пустынях скрывался он на Толе, когда Бог благоволил его народу израильскому. Луки 2 глава с 1 по 7 стих. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирию. И пошли все записываться, каждый свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудеи, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обреченную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Толкование. Перепись происходит для того, чтобы, когда всякий пойдет в свое отечество, и дева пришла в Ифлеем, свое отечество, и таким образом Господь родился в Ифлееме, и исполнилось пророчество. Когда единый Бог, имея прекратить многобожие, прилично было державствовать одному царю Кесарю. Вместе со всеми записывается и Христос. Господу и следовало записаться со Вселенной, чтобы осветить записывающихся и упразднить рабство, ибо как, претерпев облизание, Он упразднил облизание, так записавшись, как раб, упразднил рабство нашей природы, ибо работающие Господу уже не суть рабы людей, как говорил апостол. «Не делайтесь рабами человеков» 1 Коринфянам 7.23 «Но если по телу и рабы, то по духу свободны, не увлекаешь нечестием Господ». Господа справедливо назвал сыном Девы, первенцем, хотя никакого другого она не родила, ибо рожденный первым называется первородным, хотя бы после него и не рождался другой. «Полагается в яслях быть может для того, чтобы от начала научить нас смирению, а быть может и для того, чтобы символически показать, что он явился в мир сей, место, обитаемое нами уподобившимся неразумным скотам». Псалом 48 стих 13-21 стих Луки 2 глава с 8 по 14 стих «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, его боялись страхом великим. И сказал им ангел «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось ангел многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышник Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Толкование Ангел является пастухам за простоту их нрава и незлобия, так как они, видимо, подражают образу жизни праведных, ибо и древние патриархи Яков, Моисей и Давид были пастырями. Ангел не явился в Иерусалим фарисеем или книжником, ибо они были местилищем всякой злобой, а те, не будучи коварны, удостоились божественных видений. Господь показал этим, что Он с самого начала избрал и сделал проповедниками тех, которые простосердечнее других, ибо они пошли и стали проповедовать обо всем этом. Ангел благовестил великую радость, которая сказал, будет для всех людей, собственно, для людей Божьих, ибо не все иудеи народ Божий, но воплощение Бога было радостью и для всего рода человеческого. Что означает петь ангелов? Без сомнения, благодарность горных чинов и радость тому, что мы, живущие на земле, облагодетельствованы. Ибо говорят, слава Богу, на земле теперь настал мир. Прежде природа человеческая была во вражде с Богом, а теперь так примирилась, что стала в союзе с Богом и соединилась с Ним в воплощении. Итак, видишь ли, мир Бога с человеком. Сам Сын Божий есть мир, как и говорит о себе. Иван Гриотиана 14, 27, 16, глава, 33 стих. Итак, самый мир Сын Божий явился на земле, и в человеках благоволение, то есть упокоение Божие, ибо теперь Бог упокоился и обрел боголуждение в людях, так как прежде не благоволил и не находил в людях угождение себе. Луки 2, глава с 15 по 18 стих. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидел же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сейм. И все слышавшие удивились тому, что рассказывали им пастухи. Толкование. Пастырь сей суть образ духовных пастырей, архиереев. Итак, архиереем должно хранить свое стадо и играть, то есть петь нечто духовное и учить народ. И тогда они возостоятся божественных видений и слышаний. Вифлеем значит дом хлеба. Какой же это иной дом хлеба, как не церковь, в котором отложен онный хлеб? хлеба. дело словесных пастырей искать небесный хлеб. И когда увидят все хлеб, долг их проповедовать и другим. Подобно как пастыри, увидев младенца, передавали о нем и другим. Комментарии Игнатия Лапкина. Нести проповедь, учить людей боговедению и проводить их ко святому крещению, вот единственный наказ оставлен Иисусом Христом своим последователем. Марка 16, 15 И сказал им Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Матфея 28, 19 по 20 стих И так идите научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа учая их соблюдать все что я повелел вам и си я с вами во все Только тогда когда исполняется долг проповеди другим Бог обещает быть с такими последователями быть во все дни. И заключение от обратного если нет проповеди о Христе и пастыри никуда не идут то с такими Христос не обещал быть ни во все дни ни в один день. Дело словесных пастырей долг их проповедовать и другим. Все христиане должны быть благовествовать о Христе долг их проповедовать и другим. Римлянам 1 глава 15 стих Итак что до меня я готов благоествовать и вам находящимся в Риме в Риме Эфистианам 3 8 Мне наименьшему всех святых дана благодать сия благоествовать язычникам неисследимое богатство Христово Луки 2 глава с 19 по 20 стих А Мария сохраняла все слова сии слагая в сердце своем и возвратились пастухи славя и хваля Бога за все то что слышали и видели каким сказано было толкование те которые сказали ангел и пастыри она соблюла их и слагала в сердце своем то есть обсуждала и во всех находила одну согласную мысль что сын ее есть Бог пастыри возвратились с благодарностью Богу за все ибо они не были завистливы как иудеи Луки 2 глава 21 по 24 стих по прошествии восьми дней когда надлежало обрезать младенца дали ему имя Иисус нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве а когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву принесли его в Иерусалим чтобы представить пред Господа как предписано в законе Господне чтобы всякий младенец мужеского пола разверзающего ложесна был посвящен Господу и чтобы принести в жертву пореченному закону Господне две горлицы или двух птенцов голубинных толкование когда закон дал заповеди тогда нарушители он их подвергались проклятию и так Господь обрезывается чтобы и в этом исполнив закон не опустив ничего из заповедованного онным искупить нас от проклятия исследовать же где находится обрезанная часть бесполезно ибо не должно изыскивать того о чем писание умолчало да это и совершенно бесполезно можно сказать что она по обрезанию пала на землю и осветила онную подобно как кровь и вода истекшие из ребр его а он известным образом сохранил частицу эту неповрежденной и по воскресенье снова восприял онную чтобы и всем отношениям не оказаться с недостатком подобно как и мы в воскресенье получим тело наше в целости интересно какое толкование дает от обрезания куда девается обрезанная часть а по воскресенье Христа снова у него оказалось на месте полагает откуда там взято не знаю но смысл есть в этом потому что не пропадет и один волос с головы а это все таки отделение от человека в крещении то мы ничего не теряем примечай что Господь зачался не тотчас как ангел сказал его зачнешь но после всего когда восхотел ибо смотри что здесь говорит нареченный ангелом прежде зачать его в чреве это видно видно из самого изречения ибо не сказал зачинаешь но зачнешь из всего можно заключить что Господь зачался в то время но не в ту самую минуту когда говорил ангел а может быть когда окончил речь впрочем мы говорим это неутвердительно опасения были когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву хорошо сказал по закону Моисееву ибо поистине Дева не имела необходимости ожидать дней очищения которых в случае рождения мужеского пола было сорок в законе сказано женщина зачнет зачнет от семени и родит младенца мужеского пола Левит 12.2 а Дева зачала не от семени но родила от Духа Святого поэтому она не имела необходимости а пришла в охран по желанию исполнить закон почему же в случае рождения мужеского пола не очищение семь а женского вдвое если женщина сказано зачнет и родит младенца мужеского пола то она нечиста будет семь дней если же она родит младенца женского пола То во время очищения своего Она будет нечиста две недели Левит 12 глава 2 5 стих Потому что родившая мужеский пол Вводит в мир другого Адама А родившего женский пол Рождает другую Еву Сосуд слабый и малосильный Сосуд глиняный, разбитый Трость обмана Наставницу прислушания Трость обмана, вот и все, как хочешь так и понимай Вот и женщина Ангел, ангел Слова закона Чтобы всякий младенец мужеского пола Разверзающий ложесна Был посвящен Господу Сбылись собственно на одном Христе Ибо Он сам Разверз ложесна Девы Тогда как у прочих матерей Ложесна разверзает муж Закон повелевал Приносить пару горлиц В показания того, что это рождение От чистого супружества Ибо горлицы говорят Что она целомудренная птица Та, что, лишившись своего самца С другими совокупляется Если же родители не имели горлиц То приносили двух птенцов голубиных Чтобы жизнь всего детяти Послужила многочадью А горлица целомудренная Совокупляется Но тут монахи тут все это узнали Ибо голубь птица многоплодная Луки 2 глава Когда родители принесли младенца Иисуса Чтобы совершить над ним законный обряд Он взял его на руки Благословил Бога и сказал Ныне отпускаешь раба твоего, владыка По слову твоему с миром Ибо видели, отчим мы, спасение твое Которое ты уготовил при лице всех народов Свет к просвещению язычников И славу народа твоего, Израиля Толкование Симеон не был священник Но был человеком боголюбивым Он ожидал, что придет Христос Учешитель евреев И освободитель от рабства Бреховного Да А может быть, от рабства римлян и иродово Ибо кто уверовал во Христа Тот поистине свободен И в честь его царей и всех людей И всех людей Посмотри на апостолов Не были они рабами римлян А теперь цари римские Почитают их и поклоняются им Итак, для них, израитян Христос стал утешением Смотри, как святые тела считают узами Потому и говорит Ныне отпускаешь Разрешаешь кабы от уз По слову твоему Говорит о полученном им предсказании Что он не умрет, пока не увидит Христа С миром вместо спокойствия Ибо человек, покуда живет, метется Как Давид говорит Псалом 38, 7 стих Умерший же находится в мире С миром Можно разуметь и иначе Именно С получением ожидаемого Прежде чем я увидел Господа Я, говорит, не был спокоен помыслами Но ожидал его И всегда помышлял с заботой Когда он придет А теперь, когда я увидел его Я успокоился и перестал думать Я разрешаюсь Спасением назвал воплощение Единородного Которого Бог уготовил прежде всех веков Уготовил это спасение Придцом всех людей Ибо для того он воплотился Чтобы спасти мир И чтобы воплощение его Явлено было всем Спасение это есть Свет к просвещению язычников То есть для просвещения Омраченных язычников И в славу Израиля Ибо Христос Есть поистине слава Израильского народа Потому что от него Он воссиял И поистине благоразумные Находят для себя Величие в этом Так говорит Симеон А мне кажется Что всему Симеону Приличествует и слова Давида Долготую дней насыщу его И явлю ему спасение мое Луки 2 глава С 33 по 35 стих Иосиф же и матерь его Дивили сказанную о нем И благословил их Симеон И сказал Марии Матери его Сей лежит Сей нападение И на восстание Многих в Израиле И в предмет пререканий И тебе само оружие Пройдет душу Да откроется Помышление Многих сердец Толкование Симеон благословил Обоих А речь обратил К истинной матери Оставив Мнимо отца Сей говорит Лежит сей нападение И на восстание Многих в Израиле Нападение не верующим А верующим на восстание Знамение Есть крест Который до сели Находит противоречие себе То есть Не понимается неверными Называется И воплощение Господа Знамением И знамением чудным Поскольку Бог стал человеком А Дева Матерью И тебе Самое оружие Пройдет душу Оружием Называет Может быть Скорбь Бывшее Пристрадание А может быть И соблаз Который Прирозился К ней При виде Господа Распятым Ибо Она Быть может Помышляла Как был Распят Умершлен И оплеван Тот Кто родился Бессеменно Творил чудеса Воскрешал мертвых Да Откроется Помышление Многих Сердец Сие Означает То Что Откроется Обнаружится Помышление Многих Соблажняющихся И облеченные Они найдут Скорое Врачевание Например И ты Дева Откроешься И обнаружишься В своем Мудровании О Христе Потом Утвердишься В вере В Него Подобно И Петр Оказался Отвергшимся Но явилась Сила Бога Снова Принявшего Через Покаяние Все